Друзья, всех приветствую, на связи Максим Петров. У нас сегодня видео необычное, то есть в формате интервью. Никита у нас уже присутствовал, представлю еще раз, независимый финансовый советник. Тема, по которой мы хотели бы сегодня поговорить, место России в новом мировом порядке, через призму того, что происходит в Соединенных Штатах Америки, что происходит в Китае, что происходит глобально с мировым долгом. Никит, приветствую. Привет, Максим. Если взять, например, исследование Реодалю, которое он проводил, он говорит о том, что признаком долгового пузыря является первый признак, то, что долги растут быстрее, чем растут доходы у государства. Второе, что фондовый рынок очень активно растет, в среднем показатель составляет порядка 40% в год. И если смотреть на текущую статистику от Фреда, можно понимать, что с 2000 года государственный долг Соединенных Штатов Америки увеличился в 6 раз, общие долги в 3,7 раза, а ВВП вырос на 70%. Мое мнение заключается в том, что если посмотреть на архетипичный пузырь долговой, очень много сигналов, звоночков, связанных с тем, что сейчас все это навернется медным тазом. Все может не навернуться. Какие твои аргументы в эту пользу будут? Если со всех сторон, да, Рей Далио, Джей Пи Морган, та же Джанет Йеллен, да, министр финансов в США, говорит о том, что ее тревожит уровень госдолга, значит, скорее всего, они понимают эту проблему. С большой доверенностью это, ну, определенный рычаг, например, для торга внутриполитического, или для продавливания каких-либо своих интересов. Теперь другой момент. Там госдолг растет, там, быстрее ВВП, и хорошо, есть ли это проблема? Какое решение есть у этой проблемы? Во всех статистиках оперируют уровнем государственного долга. Долг правительства Соединенных Штатов Америки 34 триллиона, ВВП 22 триллиона. Но это вот только уровень государственного долга. А что делать с 89 триллионами, там, другого долга, корпораций, домохозяйств? Если обслуживание 34 триллионов долларов, ну, скоро уже будет обходиться в 1 триллион долларов в год, проценты только, то я могу экстраполировать при прочих равных условиях, да, что обслуживание долга 89 триллионов, будет обходиться всем остальным заведчикам, кроме государства, еще там в 2,9 триллиона долларов. Итого получается, что вся экономика Соединенных Штатов Америки производит 22 триллиона, а ей процентов за обслуживание долга нужно только 4 заплатить. То есть 17 процентов валового дохода ты должен отдать только на обслуживание кредита. Понятно, что сокращение государственного долга, оно возможно за счет или сокращения расходов, или увеличения доходов. Расходы мы сокращаем, но просто режем что-то, увеличиваем доходы, это, соответственно, увеличиваем налоговые поступления. Это, что касается долгов 34 триллиона. Что делать с долгом почти в 90 триллион? То есть это увеличивать доходы корпорациям, домохозяйствам и сокращать расходы корпорациям, домохозяйствам. Если мы посмотрим глобально, то корпоративный долг в Америке, он не такой уж и большой. Порядка 50% от ВВП, плюс-минус похожий даже на российский. Поэтому говорить о том, что здесь какие-то проблемы, учитывая, что финансовое положение многих американских компаний вполне себе стабильное, тоже не приходится. Другой момент, долг домохозяйств. То есть это потребительские кредиты, кредитные карты и в основном это ипотека. В 2020-2021 году было взято огромное количество ипотек с фиксированной ставкой под 2% на 30 лет. То есть если мы будем рассматривать пример России, то пока, несмотря на то, что многие хаят на Биулину, наш Минек, Минфин и так далее, у нас политика и ДКП в целом направлены на реальный рост благосостояния населения. В то же время, если мы возьмем США или тот же Китай, как ближайших оппонентов, там совершенно другая история. Стимулы выдачи, льготы и так далее, как и в Китае. И соответственно, это приводит к разрыву очень сильному благосостоянию. Условный Джон мог купить себе, что 20 лет назад бургер за 2 доллара, что сейчас бургер за 2 доллара. Но при этом 20 лет назад он мог купить себе метр квадратного жилья, то сейчас он может купить себе 0,1 метр квадратного жилья. Настоящие ценности, они стали дороже для условного Джона. В России это, к счастью, не так. Вот яркий пример того, что если мы в 2022 году будем делать отсечку, то инвестиции в облигации ОФЗ, то есть с постоянным купоном, по доходности практически не отстали от рынка акций. И соответственно, если мы возвращаемся к вопросу типа проблемы государственного долга США, то есть учитывая, что все-таки домохозяйство и корпоративное находятся в более-менее нормальном положении, о чем и говорят, что именно государственный долг США вызывает опасения, то тут, как ты и сказал, есть три пути. То есть сокращение расходов, рост доходов, либо и то, и другое вместе. Сокращение расходов, это прежде всего сокращение социалки, медицинской помощи. То логично это приведет к тому, что, во-первых, упадет уровень жизни, деньги будут поступать в экономику. То есть, соответственно, дип-стейт и глубинное государство, элиты, которые управляют отчасти государством, в том числе лоббисты, владельцы активов. Их активы начнут падать в цене, и они начнут терять деньги. Это, естественно, приведет к взрыву социальному. Резюме такое, расходы вряд ли будет кто-то резать. Оходы где взять? Раньше какая история была, да? То есть, американцы выезжали за счет своего доллара. Мировая валюта, резервная, да, и все в этом хранили деньги. Но, начиная с определенного момента, эта система поломалась. Первым признаком, первым сигналом вот этого утраты доверия к доллару было вследствие печати, что по итогам кризиса 2007-2008 года первая волна печатного станка, они влили в финансовую систему за 8 лет, если мне память не изменяет, порядка 3 триллионов долларов. То есть, на 3 триллиона долларов произошло увеличение денежной массы валютной, в результате которой китайцы сказали, ребят, когда вы увеличиваете денежную массу без сопоставимого увеличения экономики, долг, который мы держим в вашей валюте, фактически получается, он обесценивается, да, вы его девальвируете для нас. И поэтому мы продавать ваш долг не будем, потому что являемся одним из крупнейших держателей, но и покупать не будем. Вот приходит срок погашения, все, вопросов нет. Купоны выплатили, номинал погасили, все. Мы не занимаемся рефинансированием. Ты подтверждаешь просто тему, что долларизация началась задолго до, да, как вот они сейчас там начали говорить и нашли причину. Естественно, она будет как бы с определенным моментом усиливаться. И тут мы смотрим на то, а что вообще сейчас происходит в мире, да, вот какие процессы разворачиваются. То есть с 2020 года Байден там и Трамп, они приняли многотриллионные пакеты помощи на постройку заводов. Уверен, многие читали новости о том, что типа европейцы переносят свое производство в Америку, потому что там более прогнозируемая цена на газ. Вольксваген, я знаю, перенес свое производство в Америку. Порш, BMW, Мерседес, химическая промышленность тоже в Америку поперла. А зачем они проводят индустриализацию? Ведь, грубо говоря, они последние 20 лет, они деиндустриализировались, да, и происходило это все естественным путем. Почему? Потому что доллар резервная валюта, спрос на доллар, и их производство становится невыгодным с точки зрения экспорта, да, и зачем бороться? То есть мы его вынесем там в Китай, Вьетнам, Южную Африку, да, где валюты будут инфлировать, а для нас импорт становится выгоднее. То есть все было замечательно, пока вот, я же говорю, не произошел вот этот надлом с точки зрения Китая. И сейчас, естественно, они понимая этот процесс, они начали массово индустриализировать, да, свою страну. Дальше нужно будет отжать долю рынка. А для этого у них пока еще будет сохраняться их булава в виде доллара, и, соответственно, различных санкций, ограничений, пошлин. Почему Россия стала, да, то есть отчасти конкурентом? Да, потому что нефть и газ в том числе. То есть с 2014 года у них активно пошла сланцевая революция, где у них очень сильно скакнуло производство. А как занять долю рынка? Нужно кого-то из своих конкурентов оттуда смести. То самый, типа, оптимальный вариант. Вот Россия. Отчасти Россия, ну, то есть ушла с того рынка, которым был нужен. У нас получается, что сократить расходы не может правительство. Сохранение расходов на прежнем уровне при высоком уровне долга приводит к тому, что тебе придется в любом случае печатать деньги. Фактически это получается разгонять инфляционную спираль. И тогда разгон инфляционной спирали, он должен компенсироваться дефляционными факторами. Количество денег увеличится, они просто печатаются. И если у тебя не растет производство товаров и услуг, ты получаешь инфляцию. И тогда тебе, получается, нужно проводить индустриализацию, как это было, например, многие забывают, 20-30-е годы. Когда приходит Рузвельт и говорит, так, ребят, мы начинаем проводить стимулирующие меры, начинаем строить железные дороги, стали плавильные заводы, электрификация, рост производительности труда. И, соответственно, экономика начинает расти, и она, по сути, стерилизует вот эти вот деньги, которые государство напечатало. Зачем они строят заводы? Зачем они так у себя раскачали добычу нефти и газы? 20-й год. Начали. Это еще начали при Трампе. И именно тогда война разгорелась с Китаем по поводу этих вот пошлин, чтобы ограничить товары. И товары начали здесь производиться. Вроде бы все об этом знают, но для чего это делается, непонятно. Потому что сила доллара по-прежнему еще сохраняется. Это увесистая дубина, которой можно по голове любого несогласного постучать. С другой стороны, они начинают фактически конкурировать с Китаем, который последние лет 30, наверное, является мировым центром, фабрикой производства. И вот тут-то как раз-таки и начинается самое интересное. Вот сейчас они индустриализируются, да, плюс у них еще будет инфраструктуризация, да, инфраструктуру нужно будет приводить в порядок дороги, мосты. Они в этот момент, естественно, могут, во-первых, запустить печатный станок, чтобы простимулировать производство свое внутри. Навести всякие пошлины, акцизы, обременение, запреты на Китай, да, и на поставку в Европу. И дальше дело за малым, ты просто девальвируешь свой доллар. Твое мнение, что доллар будет обесцениваться. По отношению к чему? К сырью. Может быть и к рублю он тоже будет обесцениваться. Это, естественно, скажется на динамике всего сырья. То есть мы видим уже выстрелы в какао, да, которые там штурмует исторический максимум. Мы видим золото, которое уже там 2 500 практически недавно стоило, да. То есть нефть пока стоит на месте, но нефть это чисто политический инструмент. Недавно Байден об этом и заявил, что мы до выборов не можем себе позволить дорогую нефть. Скорее всего там 120-150 за баррель, ну типа в рамках следующего президентского цикла мы абсолютно спокойно увидим. И естественно это в свою очередь, да, будет вызывать инфляцию. Она была там 2 в Америке, да, там будет 4-5. В Америке было и 9% на самом деле. Получается так, что в 2020 году печатный станок напечатал 4,5 триллиона. Да, он не выливался в производство, в инфраструктурные проекты. Они напрямую давали потребителю. Привело к инфляции 8-9, с которой пришлось бороться. Вот когда они в 2020-2021 сделали кучу вот этих денег, людям раздали, они в основном импортировали товары. Произошел сбой цепочек из-за ковида. Китай стоял, то есть не могли производить столько товаров, сколько нужно было. А если они сейчас себя индустриализируют и закроют эту историю, то начнут работать массово их производство, их местные, да, и экспортировать туда. То есть это уже совсем другая ситуация будет. То есть так как американцы, нефть, газ у них, и они будут заинтересованы, да, там в рост. Если они девальвируют доллар, то, соответственно, таким образом у них это все вырастет. И биткоины у них на счету вырастут, да, которые они конфисковали. И золото вырастет, нефть вырастет. Дороже продаем нефть, больше налогов приходит в казну, да. Возможно, да, будет инфляция. И вот тут как раз-таки самый главный ответ, что в перспективе это чего-то плохого я не вижу. Речь про то, чтобы занять рынок энергоносителей в Европе, раз. Два, соответственно, чтобы загнулось собственное производство в Европе, потому что потребители европейские должны покупать американские товары. Я какой делаю вывод? Пути увеличения расходов, печатания денег. При этом инфляция будет под контролем, потому что будет удовлетворяться выросшим объемом производимых товаров экономики, в принципе, Соединенных Штатов Америки. При этом высокая инфляция в районе 5-6%, фактически на пятилетнем горизонте позволяет обесценить долг, девальвировать там в пределах 50%. Слабый доллар, рубль покупать? Не рубль покупать. Российские акции, опять-таки, ОФЗ в короткий промежуток времени, да, вот прямо сейчас, до того момента, пока они там не опустятся до 10-9%, а дальше исключительно только акции-недвижка стран вне США. Так как доллар будет снижаться, то, естественно, это будет приводить к перетоку капитала, то есть начнутся валютные войны, и в данном конкретном случае уже тренд по рублю не так очевиден, как он был до этого. Если нефть будет 150-160, да, что, в принципе, все стороны, например, будут устраивать. Какой будет при этом курс? Не сложно предположить, да, то есть он может быть и 70 снова, да, там держаться какое-то время. Что нужно самое главное из этой всей истории понять? Денег в мире будет становиться охренеть как много. Это будет приводить к сильному, еще более сильному разрыву между бедными и богатыми. Для того, чтобы не превратиться в нищеброда, тебе нужно максимально много быстро набрать активов. Те же Эмираты, Дубай, да, то есть когда нефть будет дорогой, нефти долларов будет приходить больше, да, то есть экспорт будет становиться дороже, и эти деньги, которые будут аккумулироваться, да, у топов и ниже, они будут должны куда-то размещаться. И самое популярное в России, да, это недвижка. Ну, то есть то, что ограничено. Второй момент, это, естественно, акции, Газпром нефти, Лукойлы, ну, вообще я просто покупаю индекс Мосбиржи, поэтому мне гораздо проще купил и забыл. Поэтому ключевое, что нужно понять, в текущем цикле, как бы там не рассказывали либералы, да, что Россия хана, я наоборот считаю, что везде будет все достаточно хорошо, не без коррекции, да, там, не без каких-то кочек, да, на дороге и так далее, да. Но глобально, что в Америке я не ожидаю великой депрессии, да, что, собственно, в мировой экономике. То есть считаешь, что Китай будет стоять в сторонке и смотреть за тем, что делают американцы, закрывая границы внутреннего рынка, давлея на своих партнеров в Европе, чтобы границы были закрыты европейцами для китайского рынка, они будут, значит, развивать собственного потребителя. В том числе, но еще у них появляется сейчас вот тот инструмент, который был у американцев, куе. Сейчас, когда юань частично становится региональной валютой, да, то есть местной региональной резервной валютой, у них появляется эта возможность. Таким образом они смогут начать печатать и стимулировать, да, то есть и производство. Тогда краткое резюме для того, чтобы сократить долг, сократить расходы, увеличить доходы. Сократить расходы нереально невозможно. Соответственно, вопрос увеличения доходов. Увеличение доходов связано в первую очередь с печатанием денег. Здесь возникает опять развилка. То есть если ты просто печатаешь денег без развития промышленности, ты получаешь адскую инфляцию. Если ты эти деньги направляешься на развитие промышленности, ты получаешь некий дефляционный эффект, который позволяет вот эту увеличившуюся денежную массу стерилизовать произведенными товарами и услугами. Развитие, индустриализация промышленности приводит к благосостоянию, к росту экономики. Умеренная инфляция обесценивает долг. Но тебе для того, чтобы проводить индустриализацию, тебе нужна нефть, тебе нужен газ. И самое главное, тебе нужна слабая национальная валюта. Констатация факта, что девальвируется доллар, но потребитель американский, да пофиг пусть девальвируется, да пофиг пусть будет инфляция, как в России. Вы, главное, зарплату увеличиваете на 30% в год и мне плевать на вашу инфляцию 15%. Я, наверное, соглашусь, в какой-то степени здесь нет противоречий, когда я смотрю на Россию непосредственно. Через рост сырьевых товаров будет, по сути, конкуренция. Американцы закрываются в себе и начинают производить made in USSR. Китайцы не хотят этого ничего уступить. То есть это рост конкуренции за товары, конкуренция за ресурсы. И в какой-то степени Россия может являться бенефициаром. Самое простое, иметь сырьевые активы. Российский индекс, в принципе, он на 80% сырьевой. ОФЗ, да, интересный на трехлетнем горизонте. То есть они спокойно там могут удвоить капитал. Золото, недвижимость. Какова доля недвижимости должна быть в инвестиционном портфеле? У недвижимости есть свои минусы. Ликвидность низкая, да, и отсутствие ребалансировок. Поэтому я для себя, ну, для клиентов, да, определяю как до 30%. Расскажи про книгу, что за книга. Книга, да, это первая из серии. Это вот как попытка передать свой интеллектуальный капитал своим будущим потомкам, чтобы они смогли грамотно и эффективно управлять теми финансовыми активами, которые им достанутся по наследству. Я называю это наследие. Когда ты даже, в принципе, не можешь передать капитал, и ты не знаешь через 500 лет, что будет таковым, да. Но есть какие-то принципы, следуя которым твои дети, внуки, правнуки могут эффективно распоряжаться своим капиталом. Друзья, было бы здорово, если бы вы оставили комментарии, к чему вы склоняетесь, к какому мнению. В Америке хана, и хана через Америке хана. Всем инвестициям, в том числе в российской периферии. Или наоборот, вы настроены оптимистично. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Чей комментарий наберет больше всего лайков. Трем людям мы отправим книжку в подарок. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи!